Друзья, привет! С вами Константин Борисов, пока бессменный ведущий передачи «Вызов» на деловом канале WBC. И если вы думаете, что вся российская экономика сводится к Газпрому, Роснефти и распилу федерального бюджета, вы не правы. Смотрите нашу передачу и выявите лучшие кейсы настоящего, частного и честного, реального российского бизнеса. Я делаю свою домашнюю работу. Привожу перед камерой интересных людей из растущих компаний, которые умудряются расти, несмотря на общий политический контекст, санкции, разруху в умах или что у нас там происходит. И у вас тоже есть домашнее задание? Напишите мне на мой адрес borisovsobachka.support-partners.ru, какие российские компании вы считаете нашими будущими чемпионами. И, возможно, нам удастся позвать их на интервью. Ну а сегодня хочу вас познакомить с нашим гостем Сергеем Амбросовым, генеральным директором сети лаборатории инвитро. Сергей, добро пожаловать. Здравствуйте. Уверен, что про инвитро многие слышали или точно видели на улицах. Расскажите в нескольких словах, что это за бизнес с точки зрения цифры структуры. Очень хороший вопрос. Очень часто нас воспринимают как маленькая небольшая лаборатория рядом с домом. Их очень много. Да, потому что очень много, обычный человек не знает, сколько их, да, он приходит себе домой, видит, что рядом есть лаборатория инвитро, где можно сдать анализы. И, с одной стороны, это здорово, да, мы перешли формат сетевого медицинского бизнеса, с другой стороны, иногда немножко обидно, что люди не понимают, какой вообще бэкграунд стоит за таким бизнесом. Мы сейчас по итогам 16-15 года являемся самой крупной частной медицинской компанией России. Так. И очень часто нас, причем специалисты говорят, ну какая вы медицинская компания, вы анализами занимаетесь, да, там, есть хирургии, есть еще что-то. Ну да, есть поликлиники, да. А поликлиники, вы просто анализами. Ну, если вы возьмете, сколько у нас работает медсестер, докторов, сколько нам приходит клиентов, мы по всем показателям самой крупной компании в России. А тогда расскажите об этих показателях. Что с точки зрения численности, выручки, географии, точек? Наверное, то, за что мы можем гордиться и чем мы гордимся, это количество пациентов, в первую очередь. В год мы обслуживаем по итогам 16-го года чуть меньше 10 миллионов человек. Я впечатлен, так. Да, то есть если там население России 142, то 10 миллионов человек приходят к нам в нашу лабораторию. То есть по выручке, это не секретные данные, это чуть больше 13 миллиардов рублей. А с точки зрения самого бизнеса, это действительно только анализы или есть еще что-то? На чем вы зарабатываете как бизнес? Ну, то, что называется core business, основной, это, конечно, лабораторная диагностика. То, с чем мы выросли и то, что является нашим стержнем. То есть прием анализов крови в вашей лаборатории, да? Да, но при этом мы прекрасно понимаем, что в современном мире нужно искать новые возможности, нужно искать новые точки роста, и мы активно инвестируем в новые направления. Это медицинские услуги, это диагностика, радиология, МРТ, КТ-центры. Есть совсем, скажем так, фантастический проект 3D-биопринтинг. Это что такое? Органы печатать? Да, это печать органов. Есть такая компания 3D-биопринтинг. Мы инвестировали туда с самого начала и поддерживаем компанию. И сейчас уже есть очень интересные результаты, которыми можно гордиться с точки зрения даже вот города за страну, то, что называется. То есть это российская история, российский стартап, да? Российский стартап, который поддерживает в том числе Сколково и рядом других инвестиционных фондов, и мы там показываем очень неплохие результаты. Но в то же время основной core бизнес является лабораторная диагностика. А вот ваша широчайшая представленность по России – это собственные офисы, франчайзинг. Как модель работает? Франчайзингу в компании порядка 12 лет. Мы очень любим эту модель развития бизнеса. Мы считаем, что как раз предприниматели могут помочь нам, как главной компании, как главной структуре, быстрее осваивать новые территории, быть, то, что называется, на стырье рынка. Сейчас в структуре компании приблизительно 50 на 50 франчайзинг медицинских офисов и 50% собственных. Но при этом лаборатории, там, где, собственно, проходят все исследования, где сконцентрированы основные компетенции в зоне лабораторной диагностики, они принадлежат инвитро. То есть мы их не отдаем на франчайзинг. Это принципиальная позиция самого начала развития программы. Франчайзинг должен обеспечить клиентскую милю, обеспечить по всем форматам правильный прием пациентов и преддиагностику. И дальше уже нам отправляется материал, мы его обследуем. Вот такая модель независимых диагностических лабораторий, это модель западная, и в свое время отцы-основатели ее скопировали, или это чисто российский феномен? Скорее, второе. Да. То есть в момент, когда были созданы наши медицинские офисы, аналогов, они в нескольких странах возникли, но это не те страны, из которых обычно принято копировать бизнес-модели. Более того, скажу, что сейчас к нам, когда приезжают представители американских компаний и английских компаний, они говорят, слушайте, у нас это только зарождается, а у вас это уже 15 лет. Как такое может быть? И вот как такое может быть? Как так вышло, что мы изобрели уникальную бизнес-модель? Мы изобрели уникальную бизнес-модель, потому что почувствовали наших клиентов, то, что людям нужно. В какой-то момент, когда работала в давние времена совсем, 15-20, 18 лет назад, мы почувствовали необходимость того, чтобы люди могли просто дать анализы без визита к врачу. Скип за доктор, то, что сейчас в мире называется, без врача. И первая модель медицинского офиса, она была абсолютно рисковая. Непонятен был эффект какой-то. Просто сделали точку, где можно прийти и сдать анализы без визита к врачу. И когда там возникли очереди, когда мы поняли, что людям это нужно, эта модель стала тиражироваться. Сначала собственными медофисами, потом франчайзинг, регионы и прочее, прочее. Но вот эта точка принятия решения, что да, такая модель имеет право на существование, ей, наверное, 98-й год, время возникновения... Двадцать лет скоро будет? Двадцать лет. Вы в этом бизнесе безусловный лидер. Поделитесь секретом, при том, что рынок достаточно конкурентный, мне кажется, все новые и новые лаборатории возникают. Как удается удерживать вот этот самый конкурент на трюф? Как создать игрока номер один? Нужно всегда что-то придумывать. Копирование происходит очень быстро. И многие крупные сети российские сейчас сделали абсолютно правильное решение скопировать нашу бизнес-модель. Вот. В том числе франчайзингу. Они даже не скрывают этого, они честно в этом признаются, да, мы не стали придумывать, мы сделали как вы. Вот. И сейчас, например, во франчайзинге многие-многие франчайзинговые компании лабораторной диагностики не наши в Москве сначала обращались к нам. Мы по определенным причинам им отказали, они пошли к конкурентам. И дальше цепная реакция. Одни отказали, пошли к другим и прочее, прочее. Всегда нужно что-то придумывать. Вот. Если не менять свою бизнес-модель, оставаться лидером невозможно. В то же время есть регионы, куда мы пришли не первыми. Там уже были лабораторные компании, региональные. И мы заходим и заходили на рынок пятыми, шестыми, седьмыми игроками. То есть мы не то, что прям танком проехали по всей России и все забрать. Там другая модель нашего поведения. Мы там завоем потребителя безупречным качеством, доступностью, активной маркетинговой компании. Приходится отвоевывать свои кусочки рынка. Самая интересная, наверное, битва была, ее уже лет 10, в Санкт-Петербург. Там была замечательная компания, она до сих пор является одним из лидеров. И она завоевала весь лабораторный рынок в Санкт-Петербург. И мы отвоевывали каждый год по кусочку, по кусочку. При этом оставаясь в хороших отношениях, общаясь друг с другом. Но мы завоевали свое место на рынке Санкт-Петербурга. Вы сказали важную вещь о необходимости придумывать и созидать, чтобы удержать этот конкурентный отрыв. А расскажите о том, что придумано, внедрено за последние пару лет вашей компании. Что дало уже эффект? Где точки роста нашли? Слушайте, наверное, это может быть кажется очень просто, но мы придумали в Москве. Москва очень насыщенный рынок. На одной станции метро можно увидеть 4 или 5 офисов лабораторий. Мне кажется, здесь и денег больше, и люди о здоровье думают и болеют чаще. И казалось бы, что такого можно придумать, чтобы отличаться от других? Мы придумали программу «Приоритет». Это когда можно сдать анализы и получить результат за 4 часа. В любой точке Москвы. Ничего сложного. Да, но логистические решения. Человек приходит, взять кровь в офисе. Тут же ее берет курьер, летит в лабораторию, там проводят исследования. И там через 4 часа анализы уже у пациента. Такой VIP-сервис. ВИП, но он доступен всем. Есть удорожание исследований неопределенное, но тем не менее, ну, простая идея, но мы были первыми опять, кто это придумал. Я слышал, что вас проинвестировал один из фондов прямых инвестиций, который, наверное, ожидает роста. Вот как вам кажется, за счет чего вы обеспечите своим акционерам рост в ближайшие лет 5-6? Инвестиционный фонд «Раши партнерс», который инвестировал в нас уже порядка 5 лет назад. Мы с ними согласовали стратегию развития, в первую очередь, сети медицинских офисов. Сейчас нас чуть меньше тысячи, но мы планируем довести сеть до полутора тысяч медицинских офисов. И очень важное решение, которое мы приняли в прошлом году, что мы все-таки перестаем быть только компанией лабораторной диагностики. И? Мы становимся уже игроком на рынке медицинских услуг. То есть мы будем развивать проекты по оказанию врачебной помощи. Почему мы приняли это решение? Рынок лабораторной диагностики в России оценивается чуть меньше 60 миллиардов рублей. Наша выручка уже порядка 13. Так. А рынок медицинских услуг – это порядка 600 миллиардов. Совершенно очевидно. Кратно больше, да? Один порядок, да. Понятно, что если мы хотим развиваться теми же темпами, что и раньше, мы можем отбирать либо куски рынка лабораторной диагностики, либо переходить, скажем, сопредельные рынки медицинских услуг. Я заметил, что многие офисы «Инвитро» соседствуют с неким проектом «Личу». Что это за история? Проект «Личу» не является проектом группы компании «Инвитро», но тем не менее тесно связан с бенефицарами. Родной проект, скажем. Понятно. Ему уже 10 лет, и наши первые эксперименты и попытка найти бизнес-модель оказания услуг по врачебной помощи – это как раз есть проект «Личу». Мы его оценим очень успешно, потому что офисы медицинских услуг рядом с домом, они востребованы. Есть возможность рядом с домом прийти, получить… Какой-то совсем базовый набор медпомощи в маленьком кабинетике, да? Да, конечно, понятно, что мы не можем рядом с домом оказать какую-то серьезную специализированную медицинскую помощь, но абсолютно базовый объем врачебной помощи мы оказать можем. Этот формат, он, несомненно, востребован и будет дальше востребован людьми. Но кроме этого мы уже зашли еще и в ряд других смежных отраслей медицинской помощи, которые будем развивать. Вот наш первый центр на Каширском шоссе, да, медицинский центр «Эксперт», где можно пройти, во-первых, полный спектр диагностики. Вот у вас есть проблема, да, какая-то, вы даже не понимаете, что с вами. Вы приезжаете, разговариваете с врачом, и дальше есть весь спектр диагностических инструментов, не только у бротулонной диагностики, МРТ, эргенологии, компьютерная томография, УЗИ, вот все, что есть, вот все есть в центре нашем на Каширке. И врач определяет, какие методы диагностики нужно привести для вас, чтобы вы получили информацию, что с вами происходит. И дальше, там же есть врачи, практически большинство специальностей, которые могут уже вам рекомендовать те или иные методы лечения. То есть вы стали конкретно уже клиники открывать? Вот у нас таких клиник две, да. Первый опыт – это как раз в Москве, и он очень успешен. Друзья, мы прямо сейчас уйдем на небольшой перерыв, но возвращайтесь, потому что мы подготовили для Сергея еще несколько хороших вопросов. Спасибо, до встречи. Друзья, и мы возвращаемся. С вами по-прежнему Константин Борисов, основатель кадровой компании Support Partners, ведущий передачи «Вызов», и Сергей Амбросов, группа компании «Инвитро». Сергей, вопрос вот какой. Перечислили там два пути роста, да, либо душить существующих конкурентов, отъедать, либо придумывать новые услуги. Мне кажется, в России есть еще одна тема. Это мое персональное мнение, что по сравнению с западными странами, российский человек гораздо менее внимательно относится к здоровью, к диагностике как к таковому, предпочитает ждать, пока оно не заболит, пока не сможешь встать с кровати. Вот изменение культуры потребления, изменение отношения к здоровью – в России эта тема, вы на нее можете влиять или не можете? Очень хороший вопрос. Да, мы можем влиять на отношение людей к своему здоровью, и вы очень правильно характеризовали то, что происходит сейчас. Я же тоже российский человек. У нас был целый ряд программ, которые мы сделали для того, чтобы изменить эту ситуацию. Мы ездили по регионам, по Сибири, в Урале, предлагали людям бесплатно сдавать анализы для того, чтобы как-то вовлечь все-таки в культуру здорового образа жизни и в предиктивную медицину, когда ты можешь как-то заранее предугадать, что с тобой будет. Совмешается народ? Да. Это очень тяжело двигается, но могу смело сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону. Несмотря ни на что, этот тренд заботы о здоровье существует, и все больше и больше молодых людей, среднего возраста начинают приходить в лабораторию никогда, гром грянул, а заранее и мониторировать свое здоровье. Это есть. В тот момент, когда бизнес дорастает до какой-то значимого порога, он уже так или иначе должен начать строить отношения с государством. И только ленивый сейчас не говорит о том, что у нас неправильный бизнес. Климат, везде коррупции и всякие ужасы. На моем примере моего бизнеса, пусть он и не такой крупный, могу сказать, что это, наверное, скорее не так, вот с позиции большого бизнеса вырастили такую историю, что нужно делать, а что не нужно делать в отношении государства. И где оно может быть помощником, если может. В первую очередь, что не надо делать, это не надо пытаться заработать за счет государства. Да, вот там есть целый ряд направлений, когда они создаются для того, чтобы отнять деньги из бюджета и дальше положить в частный карман. Наверное, этим не стоит заниматься. Что стоит делать? Помогать государству решать его проблемы. Вот все, что связано с здравоохранением, это как раз та история, когда частный бизнес может помочь государству снять социальную нагрузку. Помочь реально решать задачи, которые на себя государство взяло. Должно оказать непрадимую медицинскую помощь населению. Мы, как частный бизнес, когда оттягиваем на себя часть нагрузки за счет сервисных функций, за счет удобства, за счет того, что мы там быстрые и там мобильные, мы снимаем нагрузку за государство. То есть государство тратит меньше денег на то, чтобы реализовывать те обязательства, которые на себя взят. Я считаю, что задача бизнеса, медицинского бизнеса в России, это не отбирать кусок какого-то бюджета, не отбирать деньги из кармана населения за счет того, что государство не может реализовать какие-то функции. А наша задача помочь государству, сервисам, удобствам и прочим. Так, чтобы люди сами приходили к нам и часть вопросов медицинской помощи закрывали в частных компаниях. Вот. Тем самым снижая нагрузку на государство и позволяя оказывать помощь тем людям, у которых нет возможности платить в свой карман. Я считаю, что это ключевая функция частных медицинских компаний. И мне кажется, что за последнее время государство с этим согласно. Есть целый ряд программ, которые направлены на то, чтобы привлечь частный медицинский бизнес в государственную систему здравоохранения. Разговаривая с CEO успешных компаний, вот на моей передаче, я убедился, что за компанией-лидером почти всегда стоит какая-то особая способность CEO работать с командой или делать что-то особое внутри. То есть это не только найти нишу правильную на рынке, да, или бизнес-модель, но и что-то особое делать с людьми. Вот расскажите, что и как вы делаете с своей собственной командой? И где здесь ключик? Наверное, самое главное – это подарить мечту и идею, ради которой хочется работать. Действительно, компания Invitro – это группа очень амбициозных, талантливых и эффективных менеджеров. Их нельзя привлечь просто за деньги. Им нужно подарить какую-то глобальную идею. А в чем идея? Мы не мешаем людям развиваться. Мы даем возможность создавать то, что они хотят сделать. Мы очень этичный бизнес. Это очень важно. Мы очень социальный бизнес и этичный. То есть мы не обманываем потребителя. Мы не хотим… У нас нет задачи заработать деньги от кофизноса. Мы делаем… Да, мы коммерческая компания. Я там прекрасно понимаю, что мы должны наращивать там ебеду, выручку и прочее, прочее. Но в основе всего лежит то, что мы помогаем людям управлять своим здоровьем. И к нам в компании приводят люди, которые разделяют эту идею. Очень важно еще, знаете, слово «свободно», наверное. Да, вот все топ-менеджеры в компании, они очень свободны, либерально. Так что не очень сейчас слово популярны, тем не менее. Я бы сказал, не популярны. Да, да, но нам очень важно чувствовать себя не в каких-то рамках, да, а вот нам дают инструменты. Мы дальше с ними что-то должны сделать. И когда собирается там 10-12 талантливых способных топ-менеджеров вместе, все это приводит к тому, что компания растет. А вот на уровне действия инструментария, как вы даете людям это ощущение свободы? Они в офис могут приходить, когда хотят? Или как это у вас работает? Если надо, они могут приходить в офис, когда хотят. Да, это вот касается, в первую очередь, конечно, нет, это не относится к медицинскому персоналу, которые должны быть вовремя на своих рабочих местах. Но что касается топ-менеджмента, конечно, у нас абсолютная свобода, когда ты приходишь в офис. Зачем сейчас нужен офис? В принципе, есть средства коммуникации, когда ты можешь от любой точки мира, в принципе, управлять процессами. Коллектив и корпоративная культура. Как сделать, что люди вот так вот добровольно, с двух до шести, готовы из офиса пойти? Я знаю, что во многих компаниях есть условно-обязательная практика, там CEO ритейловой компании должен денек-два отстоять. А как сделать так, чтобы люди хотели этого добровольно? Какой совет вы бы дали кому-нибудь из наших предпринимателей? Слушайте, сложно сказать, как это сделать, но мы это 20 лет делали. Ну вот не за один раз, я имею в виду, а что вы делали? Мы всегда вот так корпоративная культура, которая строится годами. Вот как вы ее строили? Уважение к человеку, уважение к тому, что мы делаем. Приоритеты интересов потребителя в сравнении с своим приоритетами. Очень много ситуаций, когда мы можем заработать денег, вот в здравоохранении, да, вы даже... Ну да, я оценить это не смогу, конечно. Но наша этика это не позволяет делать. То есть вот, еще раз, медицинский бизнес, это не бизнес в чистом виде, да, это вот очень сложное сочетание. То есть там очень легко заработать деньги, очень быстро, за короткий период времени. Ну вот построить медицинский бизнес там 15, 20, 30 лет, необходимо соблюдать определенную этику. Уважение к вам, как к потребителю. И вот эту культуру мы транслируем на всех тех людей, которые приходят к нам работать. Я не знаю рецептов, я могу сказать, что завтра всем пойти там, не знаю, там, футбол поиграть, и у вас все будет замечательно, там, еще что-то. Мы в футбол играем, у нас какие-то совместные мероприятия, там, еще что-то, да, там. Ну вот создается некая кухня, то, что называется корпоративная культура. Это самое главное в компании. Компании сильна корпоративная культура. Если ее нет... Нет, но есть в любом случае вопрос, какая она. Да, правда, да. Сильна корпоративная культура, когда люди готовы бросить все, не спать ночами, идти работать в облако компании. Вот как ты относится? Вот я такие же слова слышал от SEO многих компаний. Все говорят о сильной корпоративной культуре, доверии. Стресс-тестом оказался 2014 год, когда на многие бизнесы он повлиял, но там очень по-разному, часто негативные, начались сокращения, и тут выяснилось, что слова там с делом сильно расходились. Как на ваш бизнес повлиял 2014 год? Вот в смысле бизнес, показатели в смысле людей? 2014 год? Это когда одновременно у нас... 2012-2014, наверное, вот это. Я бы сказал, ну, 2014, когда одновременно упала нефть, вырос доллар, мы взяли Крым, и начали санкции. 12-2014. Ну да, соглашусь. Медицинский рынок в тот момент не упал. То есть как раз 2012-2014 год, он как рост, так и рост. Для нас те годы не были таким испытанием, как для других индустрий. И вам просто повезло. Давайте скажем так. Сильным испытанием стали для нас, для медицинского бизнеса, это вот уже 2015-2016 год. Мы до этого уже жили в парадигме, что частный медицинский бизнес растет каждый год 15-20%. Поэтому кто не приходил в рынок, они все оставались, они получали какую-то там небеду, доходность, все, что нужно было. В 2015-2016 год рынок уже не рос. Он рос в рамках инфляции, там, скорее, вот, можно назвать, стагнирование для нас. И вот тут уже стали проявляться, скажем так, сильные, слабые компании, потому что уже среда становилась более агрессивной. Но мы не падали. Сложно сказать, как там себя вести, когда рынок падает. Мы пока в этих условиях не находились. Но 2015-2016 год тоже стал очень значимым, потому что все привыкли, что все легко. Рынок растет 20%, ты приходишь, что-то делаешь, там у тебя есть процент. Тоже отрастаешь, да? Тоже отрастаешь автоматом? Да. Ну, там, не надо. Сейчас, да, все задумывались о маркетинге, о собственной эффективности, там, какие-то там управления сдержками. То, что мы давно уже внедрили в компании, это отношение к медицинским центрам с точки зрения ритейла. Где должны быть медицинские центры? На каких потоках? То есть вот это то, что сейчас, вот, ну, принимают многие компании, но во многом благодаря тому, что рынок стал меньше. Приходят сильные игроки, да, скоро там грядет консолидация рынка, да, сейчас рынок очень неконсолидирован. То есть там Яндекс, Сбербанк, кто еще сейчас, сейчас вспомню еще нескольких игроков, которые приходят в медицинский бизнес, они будут менять его, будет тяжелее. То есть все основные испытания, которые там прошли в другие отрасли, наверное, сейчас предстоят нашему медицинскому бизнесу. Ну что ж, друзья, с вами был Сергей Амбросов, компания Invitro, Константин Борисов, Support Partners. Все это на деловом канале WBC. И используя у нас, раз так вы говорили, гость, медицинскую аналогию, в каком-то смысле получается, что кризис может быть как вакцина, да, которая такой стресс-тест для организма, и в некоторых случаях он может стать сильнее. Ну, или умереть. Это уж как получится. Друзья, пишите мне про интересные компании, и скоро увидимся. Спасибо, Сергей, и вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо.